Are you ready? Almost. Иги! Недавно бежит! Привет, Дэйд! Мир всем, дорогие друзья! Вот и закончились зимние каникулы. Я теперь в Литве. Здесь идет дождик. Зимний, январский. Здесь не только бывает дождь, но и такие красивые снега. В Молдове был на каникулах. Встречался с семьей, с родственниками, с друзьями. Был на сессии в течение двух недель по изучению Евангелия от Луки в Институте Присепт в Молдове. Было очень интересно. И даже была возможность помочь сделать репортаж об этой сессии. Вы можете его посмотреть. И сегодня я хочу поделиться с вами одной истиной. К этому у меня есть классное видео из Эшвилла, из Америки. В Луки 12 главе Иисус Христос предупреждает своих учеников, чтобы они не отвлекались на заботы, не заботились о том, что есть или что одевать, а чтобы их мысли и сердце было сфокусировано на Царстве Божьем. Иисус говорит, что где сокровище ваше будет, там и сердце ваше будет. Конечно же, по велению Иисуса не заботиться. Это не значит, что мы не должны работать и не заботиться о себе, своих близких, тем более если у нас есть семья. Это значит, что эти заботы не должны нас отвлекать от служения, от дела Евангелия. Прошлым летом 2018 года, когда я был в Америке, в Эшвилле, в штате Норт-Каролина, мы с друзьями посетили Билтмор Хаус. Это такое место, которое мне напомнило и показало явно, насколько бессмысленно собирать сокровища на земле. И вы скоро увидите, о чём я говорю. Давайте посмотрим, что это за место такое. Всё, что можно было себе представить на 1895 год, есть в этом доме. Не, ну Янукович отдыхает по сравнению с этим домом, конечно. Как это стирать? Оно же пыль собирает постоянно. Бассейн сделать внутри здания. Внутри. Немного о человеке, который построил такой большой дом. Его звали Джордж Вашингтон Вандербилд, второй. На картине нарисована другая картина с другой семьёй. Я думаю, это тоже какие-то родственники Вандербилда. И родился он в 1862 году. Он унаследовал баснословные деньги от своего отца-предпринимателя. И в 1895 году завершил строительство этого дома. Строительство длилось 6 лет. Этот дом был построен почти 125 лет назад. И он всё ещё считается самым большим в Америке. Но история самого владельца дома достаточно трагична. Вандербилд второй скончался в возрасте 51 года. От осложнения после операции на аппендицит. В общем, дорогой друг, пусть заботы не отвлекают тебя и меня от служения. Я не имею в виду оставить работу, быть безответственным. Но я имею в виду, чтобы наш приоритет всегда оставался в царстве. И чтобы заботы, работа, учёба, чтобы они никогда не брали вверх на нашем небесном приоритетах. Чтобы у нас всегда было в приоритете дело Евангелия. Поэтому, дорогой друг, не позволяй себе быть обманутым такой мыслью, что вот я разбогатею. И тогда будет возможность заниматься служением серьёзно. И я серьёзно займусь служением, когда у меня будет свой бизнес. Какой-то финансовый успех. Я думаю, что это самообман. Мы видим, что заботы есть и у богатых, и у бедных. И они могут отвлекать при любом финансовом состоянии. Один вопрос на применение. А как ты планируешь свою жизнь? Планируешь ли ты как-то разбогатеть, встать на ноги и потом серьёзно заняться служением? Или ты уже сейчас остаёшься верным Господу в служении, в деле Евангелия, делишься с людьми, вестью спасения? Если ты сегодня увидел, что какая-то забота, что-то имеет приоритет в твоей жизни над Царством Божьим, что где-то есть беспорядок, и ты не полностью посвящён Господу, то, возможно, сегодня это время для того, чтобы помолиться, попросить у Бога прощения и полностью отдаться Ему, отдать Ему все заботы. Давайте будем собирать сокровища на небесах. Они будут неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Такие сокровища мы хотим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok